Какой твой любимый тейкдаун? Любимый тейкдаун? Просто ankle peak вообще, больше ничего не работает, мне кажется. Ну ладно, еще есть подсечки, под которые удобно маскируются лоу-кики. В случае, если противник очень жесткий. Но это мы как бы опустим. Вы же вырежем, да, это из финальной записи? А то я сегодня собираюсь подсекать первую, да? Мне нравится, в принципе, один из вариантов прохода открытого гарда, который я использую. Это проход через ахил. Ну или, собственно, сам ахил. Как повезет, как соперник захочет вам отдать ситуацию. Вот, собственно, взять я его могу отовсюду. От здесь. Если мы в халгарде, я могу выйти на вот эту ногу. Вот, если мы в бутерфляе, мне сначала придется избавиться от крючка. Приходится для этого сначала садиться, да? Человеку набрать в состоянии, когда он начинает бороться со мной. Да? Я с вами одну ногу получаю ее и, соответственно, падаю на ахил. Основной секрет того, чтобы вы не падали сразу взяв ахил. Потому что как только вы падаете, человек начинает напрягаться. Да, и он может, куча вариантов. Он может повернуть пятку вот сюда, да, выстрелить. Это самая стандартная защита. Он может просто вас на вашем импульсе, когда вы встаете, он встает за вами, да. Поэтому, чтобы не пугать его раньше времени, вам достаточно просто обнять ногу, даже вот так, просто защинив ее между корпусом и вашей рукой. Этого вполне достаточно. Второй важный момент, когда я хочу развивать ситуацию с ахилом, я не хочу перекидывать вот эту ногу вот сюда. Очень часто у новичков ахил выглядит вот так. И у человека просто прямая дорога к моей спине. Если я не смогу сделать ахил в первый момент, да, человек начинает просто, не обязательно встать, просто начинает закручивать с меня за спину. Да, вот сюда. И сделать я уже ничего не могу. Поэтому мой второй крючок остается всегда между мной и ним. Если я длинный, у нас есть здесь представители длинных людей. Представители длинных людей. Длинные люди могут использовать вот такой вариант, когда я упираюсь. Но опять же, как повезет, а если вы не длинный. Поэтому все-таки вот этот вариант более универсальный. Еще раз мы здесь. Я взял ногу, сел. Еще один момент. Человек не может встать на вас, если у него обе ноги не касаются пола. Поэтому, видите, у него сейчас одна нога касается, вот он встает. Сядь обратно. Когда я здесь, первое, что я хочу сделать, это перейти в положение, когда мой крючок подпирает его ногу. Встань сейчас. Понятно, да? Мне для этого вовсе не обязательно толкать его или что-то, зажимать его как-то. Мне достаточно просто подцепить его ногу. Иногда я могу подержать ее. Так вот, еще один ахилл, в который я вообще не верю. Это ахилл, который часто показывают. Вот такой вот. И вот здесь я его начинаю тянуть. Да, конечно. Он никогда не сдается от него. Не надо. Опять же, потому что, ну, на соревнованиях у нас ситуация, когда у нас нет времени вот это все поправлять. Вот такие самбистские штуки. Вот это все инвестировать, что-то здесь как-то. Плюс самбисты делают ахилл всегда вот в эту сторону. И вот здесь вот он как раз хорошо ложится. Прямо под сухожилие. Вот в эту сторону, когда вы делаете, забудьте об этом. Это не будет работать. И никогда в жизни не успеете поправиться. Поэтому он делается в силовом варианте соревновательном. Так я его и называю. Соревновательная хилл. А делается он через выход на живот, а не на бок. Потому что вот здесь многие могут терпеть, да, там, еще чего-то. Плюс, опять же, видите, я здесь должен ногу выпрямлять, поэтому я ее сжимаю. Как только я сжимаю, мой крючок, который мешал ему вставать, он пропадает. Он сбрасывает мою ногу, начинает вставать на меня. Да, и ждать, опять же, встает. Поэтому вместо того, чтобы делать его на боку, да, я стараюсь всегда этот крючок оставить здесь. Он сбрасывает мою ногу. И здесь этот крючок начинает работать, переворачивает его в эту сторону. Я преследую его, и вот здесь у меня уже спина свободна. У меня есть ноги, может, немножко назад завалиться? Просто вот сюда. Вот я его перевернул, я вышел уже на живот. У меня есть два крючка, чтобы отсечь ему ногу. И очень мощное движение спиной. Вот такое. Чтобы эту ногу сломать. Еще сломаю я ее в любом случае, в каком бы месте я ее не взял. Эта нога, она просто травмируется. Вот. Это, собственно, и будет нашим первым. Давайте еще пару раз по моменту пройдемся. Итак. Мы здесь взяли ногу. Не обязательно брать ногу вот так. Сразу провоцируйте тщательно на защиту. Достаточно просто прихватить. Если вы возьмете колено, вот так, будет здорово, потому что вы сразу себе обеспечите хорошую плотность. Не получается взять колено, у вас есть только нога. Защемите. Вот так, не берите вот такой захват сразу. Вот здесь. И можно взять за икру, опять же. Потому что вот от этого захвата очень легко повернуть пятку внутрь и вытащить ногу. Вот от этого захвата пятку можно повернуть, а ногу вытащить не получится. Во-вторых, вы садитесь, и ваша первая задача – это подцепить вторую ногу. Иначе он пойдет за вами. Я сажусь здесь. Вот в это состояние. Он выглядит очень расхлябанным. И видите, я рукой вообще не напрягаю. Я не думаю о том, где я буду браться. Мы здесь. Окей, я начинаю поджиматься под ногу. Я уже взял… Опять же, я сейчас нигде каких-то специальных не буду показывать нюансы захвата. Вот я просто взял, съехал как можно ближе к пятке. Все. Рука у меня полностью зажата. Нет вот таких попыток взять прямо под сухожилия. Просто вот я взял ногу и все. Придерживаю ножку. Если он мою ногу начинает снимать, открывает у меня прям урыхать на мой соревновательный хил. Я начинаю набрасывать крючком его ногу так, чтобы я мог развернуться на пузо. Мне и его пузо неинтересно. Но если он сам вывернется туда же, нога останавливает вращение. Если я могу засунуть ногу вторую, я засовываю вторую ногу тоже. Если не могу, мне достаточно одной. И здесь я начинаю прогибаться. Так что я чувствую, как его нога прям в моей откости вминается в него. Собственно, люди сдаются здесь не от боли в бахиле. У кого-то идет ущемление икроножки. У кого-то идет просто физиологический страх. Почему? Потому что начинает надкоститься, растягиваться. Они ощущают, что у них идет напряжение в кости. Мне кажется, что сейчас кость может сломаться. Если вы взяли достаточно близко здесь, то еще идет футлок. И он тем сильнее, тем сильнее вы прогибаетесь. Поэтому этот захват абсолютно дураковоустойчив. Вы не можете взять его неправильно. Достаточно просто включить корпус и постараться прогнуться. Вот первое, что мы сделаем, это сейчас просто ахи еще раз. Здесь, здесь, неважно где. Подъехали под ногу. Сели. Первое, что нам нужно, это крючок. Человек не понимает, что он не может встать за вами. Вот, сбрасывает. И в этот момент вы начинаете вращать. Ваша нога опережает его и мешает ему вращаться дальше. Дальше он уже не сможет повернуться. Все, я могу взять свою руку, чтобы просто она мне была пожестче. И начинаю растягиваться и прогибаться. Как вы видите, мне сейчас даже не надо голову оторвать от татами. Но у меня есть эта возможность. Если человек головой не сдается, то я, что прогибается в спине, голова оторвется. И весь мой вес, все усилия моей спины будут направлены против одной точки на его ноге. Какой бы человек ни был прям. Ну, бывает такое, что не сдаются, но это очень прям редко встречается. Ну что, попробуем? Раз, два, три. Ты опаздываешь на тренировку, Овешников. Я опаздываю на разминку. Не, не, ты ключ оставляй. Я тут, да. Да, у нас тут останется. Консережка. Консережка. Продолжение следует.